Друзья, всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Даша, я персональный стилист и создатель школы Dash Style School. У нас сегодня здесь с вами будет мини-мастер-класс, где я расскажу вам, как собирать образы по цвету, принтам, длинам, пропорциям. В общем, знаете, такой мини, не знаю, мини-лекция, хотя это будет такой перформанс небольшой, чтобы вы могли увидеть, как работает одежда между собой. Поэтому, прежде чем вы начнете смотреть это видео, обязательно поставьте под него. Обязательно поставьте лайк, чтобы его увидело как можно большее количество девушек, потому что видео будет максимально полезным. И, конечно, отправьте своей подруге, чтобы она тоже посмотрела и воспользовалась всеми теми приемами, которые я сегодня буду рассказывать. Но если вы здесь впервые, это вы как раз тот человек, которому отправили это видео, обязательно подпишитесь на мой канал. Мы здесь учимся тому, как собирать стильные образы. Я делюсь своими находками и таким отношением к стилю жизни. В общем, я уверена, что вам у нас понравится, поэтому обязательно подпишитесь. Итак, поехали. У нас сегодня будет с вами пять луков. И вот первый лук как раз на мне. Частично его видно. Вот так вот зайду. Мне нравится, знаете, у меня дома я снимаю сейчас в закатное время. У меня всегда здесь такой красивый свет. Я очень люблю его использовать для сториз, для ютуба, потому что, смотрите, как красиво смотрится. В общем, на мне розовая рубашка, красные брюки. Сейчас я сделаю подсъемку, чтобы вы видели полный лук. Внизу у меня такие розовые, тоже сейчас видите, такие сандалии мюли. И начну я с рубашки. Во-первых, я должна просто ей спеть оду, потому что это рубашка, которая должна быть просто мастхевом в каждом гардеробе. Это рубашка правильного розового цвета. На самом деле, правильный розовый цвет, он обладает эффектом фотошопа. Если у розового цвета правильная пропорция холодных и теплых оттенков, когда вы подносите такую рубашку к лицу или вот так надеваете, как я сейчас, автоматом становитесь сразу свежее, моложе, прекраснее. Поэтому, когда я вот эту рубашку нашла, я в нее просто с первой секунды влюбилась, отправила всем своим клиентам, ученикам и всем, кому обязательно ее нужно заиметь. Это российский бренд, называется AIM. Я оставлю на нее ссылку обязательно внизу в описании этого видео. На этот бренд у меня есть личный промо-код, которым пользуются мои ученики и студенты. Он дает скидку на 15%, называется Аберкино. Вот здесь вот вам напишу, чтобы не потерялся. Можете тоже смело им пользоваться. В общем, рубашка по цвету просто идеальная и работает просто лучше всяких фильтров. На ютюбе, кстати, фильтров нет, поэтому все абсолютно реал. И смотрите, я на примере этой рубашки покажу вам два принципа подобия и контраста. Значит, первый принцип подобия. Я к розовой рубашке подбираю красные брюки. Почему это принцип подобия? Потому что эти цвета находятся в одном цветовом спектре. Это, по сути, все оттенки красного, да, это яркий такой красный. Тоже, кстати говоря, российский бренд называется Mellow. Ссылку на эти брюки тоже обязательно оставлю внизу в описании этого видео. Они льняные, такие широкие, классные. Абсолютно кайфово. У меня несколько пар таких брюк и летом, образ мой must-have. Так вот, красный я сочетаю с розовым, и получается как раз такой подобный образ. Шлепки у меня внизу вот такие вот по цвету тоже подходят к этой рубашке. Это тоже принцип подобия. Возможно, вы слышали такой прием, как монохромное сочетание, когда мы сочетаем оттенки одного цвета в образе, но разные цвета. Вот, по сути, это тоже монохромная растяжка. Просто мы здесь взяли цвета из разных частей, так скажем, вот этого цветового спектра. Да, но, по сути, это также один и тот же цвет. Еще раз этот принцип подобия я использовала в украшении. Посмотрите, у меня здесь такая жемчужная нитка, и она по цвету пересекается с пуговицами. Вот вроде бы такая незначительная деталь, цвет пуговиц, цвет украшений, но когда вместе это все в одном комплекте собрано, как раз все начинает закручиваться. Для того, чтобы смотрелось закончено, нужно, чтобы каждая деталь была поддержана другой. То есть, вот эта рубашка у меня поддержана, во-первых, брюками, во-вторых, сандалиями. Украшение поддержано вот этим пуговицами. И дальше, чтобы образ не был слишком притерным, однообразным и скучным, я добавлю сюда контрастную деталь. Это будет сумка. Вот такая вот классная находка моего этого года. Вообще, мне кажется, в этом году не очень популярны эти сумки. Это бренд Dragon Diffusion. Я взяла в черном цвете для того, чтобы добавлять как раз контраста к летним образом. И посмотрите, как это будет работать вот так вот в образе, да, когда я добавляю к светлым и таким ярким цветам достаточно такую темную сумку. Если бы я добавила сюда, опять же, сумку красную, розовую, бежевую, в общем, какую-то такую, которая повторяет с того гамму моего образа, стильно не смотрелось бы. И, как я вам уже сказала, обязательно должна быть каждая вещь поддержана другой. Поэтому к черной сумке я добавлю черные очки. У меня вот такие вот российский бренд. Очень классно выглядят. И, кстати говоря, и очки, и сумка, и вот эти вот брюки были у меня в шоп-листах к вебинару про летний гардероб. Поэтому, кто пропустил вебинар и хочет эти шоп-листы получить, обязательно внизу переходите по ссылке. Вебинар про летний гардероб прошел совсем недавно в нашей школе. Я рассказывала там о том, как собирать четыре капсулы на работу для просто городских дел, на какое-то мероприятие на выход и в отпуск. И вот по всем этим четырем ситуациям вебинаре представлены капсулы со ссылками на лучшие вещи в российских и зарубежных брендах. И сейчас этот вебинар можно купить в записи, получить ссылки на все эти классные вещи. Поэтому с радостью делюсь, оставляю вам внизу, переходите и смотрите. Вот, собственно, образ у нас готов по принципу подобия и контраста. Ну и, кстати, вот это сочетание, да, розового с красным, такое вкусное. Мне нравится очень нетривиальность этого сочетания, потому что обычно розовые рубашки носят с чем-то таким более, не знаю, там офисным, простым. А здесь мне нравится как раз такая яркость. Поехали дальше. Второй образ тоже будет по принципу подобия, но только мы будем подбирать подобие не по цвету, а по стилю. У меня есть вот такая рубашка. Это тоже самый бренд Эйм, которого и розовая рубашка, только розовая это хлопок, а в данном случае это лен с вискозой. Она, кстати, такая классная, на ощупь именно. Я прям, когда ее увидела и примерила, сразу в нее влюбилась. Смотрите, что мы будем делать с этой рубашкой. Я смотрю на нее и понимаю, что она по стилю мне напоминает стиль сафари. Почему я к такому выводу прихожу? Для тех, кто никогда не интересовался стилями. Смотрите, она, во-первых, такого земляного цвета. Это как раз цвета натуральные, которые есть в стиле сафари. У нее здесь два накладных кармана и вот такой вот воротничок в стиле 70-х. А 70-е это как раз та самая эпоха, когда стиль сафари стал особенно популярным и, собственно, откуда он родом. Когда ты знаешь, кстати говоря, из какой эпохи вещь, сразу становится понятно, как ее носить. То есть, я вот к этой рубашке в стиле сафари и родом из 70-х подберу сейчас лук, чтобы это все было законченным. То есть, если вы не ориентируетесь в стилях, в эпохах стильных, то подобрать комплект достаточно сложно. Вот ты смотришь на эту рубашку, ну куда вот, что с ней сделать, куда ее приделать, да? А когда ты смотришь на эту рубашку и понимаешь ее природу, то очень просто сразу составить лук. В этом месте должна сделать официальный анонс, потому что у нас в школе 6 июня стартует курс эпохи моды, которые повлияли на наш гардероб. Я без ложной скромности могу сказать, что это, наверное, один из самых лучших курсов по истории моды. Читаю его не я. Читает в нашей школе его приглашенный эксперт Екатерина Свирина. Катя потрясающая специалист в области моды. Она много-много лет отработала журнальная Космополитен. Мы с ней познакомились, когда вместе учились в МГУ на курсе Александра Васильева. Наш курс назывался «Теория индустрии моды». Так вот, я невероятно счастлива, что именно такой крутой эксперт в нашей школе читает курс по истории моды. Кому этот курс 100% нужен? Тем, кто хочет понимать природу вещей и понимать, как их сочетать между собой. Тем, кто хочет расширить свой кругозор и углубиться в культурно-историческую часть моды. А это очень интересно. Я слушала истории моды раз в шесть, наверное, за свою жизнь в разных местах. И каждый раз я открывала что-то новое. То есть, это в 100 тысяч раз лучше, чем какой-либо сериал. Это, знаете, как поход в театр. Как вот что-то такое, что тебя обогащает, оккультуривает в хорошем смысле этого слова и остается с тобой абсолютно точно навсегда. И, конечно, этот курс обязателен просто к просмотру тем, кто хочет работать с другими людьми. Хочет работать как стилист, понимать, как современная мода строится, откуда у нее корни. Потому что модный период 20-го столетия — это первоисточники. И именно оттуда дизайнеры сейчас берут идеи и до сих пор используют только их. Потому что в 21 веке не придумали ничего. Возможно, я сейчас вас удивлю, но все, что мы с вами носим, было придумано в 20 веке. Поэтому, если мы с вами понимаем природу этих вещей, с какого они десятилетия, какого они стиля, сразу становится понятно, как это сочетать и стилизовать. В общем, я очень вам советую не пропустить наш курс по истории моды, который называется в нашей школе эпохи моды, которые повлияли на наш гардероб. Во-первых, потому что это действительно очень крутая программа. А во-вторых, потому что мы его делаем очень редко. Последний раз этот курс у нас проходил два года назад, потому что Катя очень востребованный специалист. Она во многих школах считает разные лекции, но курс эпохи моды — это эксклюзив, который представлен только в нашей школе. Ссылочку внизу оставляю в описании. 6 июня мы стартуем. Не пропустите, потому что повтор, возможно, будет тоже через несколько лет. Итак, вернемся к нашей с вами рубашке. Мы ее будем с вами сейчас уводить в стиль сафари. Но я хочу сделать такую модную тоже фишку. Поскольку стилий сейчас не существует в чистом виде, то есть мы не одеваемся вот прям строго в стиле сафари. Мы всегда добавляем что-то из современного. И я сюда добавлю вот такую вот юбку, струящуюся черную. Они в этом сезоне очень актуальны, есть в разных брендах. Это у меня Four Forms. И я их соединю вот с этой рубашкой. Почему вообще я могу к такой рубашке добавить черную юбку? Смотрите, у рубашки есть черные пуговицы. Я не знаю, видно вам сейчас или нет. Вот здесь вот. И таким образом вот эта маленькая деталь позволяет нам добавить черный цвет. Сейчас, когда я надену это вместе, вы увидите, как это классно будет работать. И объясню, за счет каких деталей я доработаю до стиля сафари. Вот смотрите, я надела рубашку с этой юбкой. Они у нас пересекаются по цвету с пуговицами. Я добавила пояс, чтобы докрутить образ сафари, поскольку сафари это всегда природные оттенки, разные джутовые фактуры. У меня еще из старых китезаровских закромов остался такой классный ремень. И обувь у меня здесь тоже такая плетеная в натуральном стиле. Все это вместе создает правильное настроение. И мы добавляем сюда сумку плетеную тоже такую, видите, джутовую. Она, кстати, тоже у нас есть в подборке моих шоп-листов летнего гардероба. И поскольку у нас образ в стиле 70-х, с намеком, так скажем, на 70-е, очки мы тоже выберем в такой форме, которая из этого периода. И вот смотрите, получается, что в этом смысле образ заканчивается, выглядит законченным, я имею в виду. И нет ощущения, что нужно чего-то еще добавлять. Поэтому знания исторических периодов, знания стилей крайне важны, если мы хотим составлять стильные образы. Поэтому не пропустите курс по истории моды. Обязательно переходите, ссылочка внизу в описании этого видео. Поехали дальше. Следующий образ у нас будет с вами на основе вот такого кроп-пиджака. Вообще кроп-длина, она очень актуальна уже последние несколько лет. Естественно, она с нами останется надолго для тех, кто любит какие-то нестандартные решения. И это очень классный вариант. Это пиджак тоже бренда AIM. Я, кстати, знаете, какую деталь вам хочу сказать? У AIM-а своя фабрика. И именно поэтому у них всегда очень хорошее качество и еще очень хорошие ткани. То есть вот эта рубашка, например, лениная. Здесь тоже очень классная ткань. У меня из этой ткани есть еще брюки в гардеробе, которые потрясающе сидят. И в этом смысле они огромные молодцы. Поэтому, кто будет по моим рекомендациям переходить, не забудьте, во-первых, по промокод Аверкина. Он дает скидку в 15, между прочим, процентов. И именно вот в этом бренде AIM можно пополнить свой базовый гардероб, но при этом сделать это нестандартно. Видите, с одной стороны вещь базовая, а с другой стороны она модная и нестандартная. Итак, смотрите, как носим вот такие вот короткие вещи. Вообще, конечно, длины это большая очень тема в стилистике. Я в своих курсах тоже ее подробно раскрываю, потому что длины выбираются для каждого человека индивидуально. Чтобы определить длину, сейчас чтобы вас не грузить, но немножко напугать, чтобы, в общем, определить свою личную длину, персональную, плечевых, поясных изделий, надо знать свой тип фигуры, своих аппетитных накоплений, особенностей. Дальше есть некоторые индивидуальные особенности целосложения, которые уже не относятся к типам фигуры, но их тоже надо учитывать. Плюс надо учитывать рост и вес. В общем, много деталей для того, чтобы правильные длины для себя найти. Но есть некоторые, конечно, общие правила. И вот одно из общих правил, это когда у вас вот такой укороченный верх или любой другой укороченный верх, может быть, там, не знаю, кроп-футболка, да, нужно подбирать низ, который будет сидеть на талии. Это может быть юбка, брюки, все что угодно, джинсы, но главное, чтобы именно была высокая посадка. Я надеюсь, что в комплект вот такие вот белые брюки. Это All We Need. Я вам уже показывала их в одном из видео. Кстати, эти брюки были в видео про светлый гардероб на весну. И там почему-то так мало просмотров, потому что я с другими видео. Я, кстати, была очень удивлена, потому что там, мне кажется, очень вкусные цветовые сочетания. Поэтому, кто его пропустил, после этого видео сходите, обязательно его посмотрите, получите эстетическое наслаждение, я уверена, новые какие-то идеи для своих гардеробов. Итак, смотрите, соединяю вот этот вот пиджак вот с такими брюками. Сейчас я обязательно примерю. И таким образом мы создаем, во-первых, правильную пропорцию. Смотрите, у нас укороченный верх и такие длинные, вот такие длинные, предлинные, широкие брюки. Это брюки палаццо. Это создает правильную пропорцию. Для того, чтобы вот так на вскидку прикинуть свои длины, имейте в виду, что у вас всегда туловище должно быть слегка короче ног. Тогда будет смотреться пропорционально. А если у вас огромный оверсайзный какой-то силуэт удлиненный, да, и еще угороченные брюки, еще какая-нибудь, например, контрастная обувь, то все это будет вас принижать. Вот. Чтобы этого не происходило, нужно правильно следить за пропорцией. Поэтому я внутрь еще добавлю сюда белую футболку, чтобы белый цвет продлить и получить такой цветовой столб. И даже обувь сюда тоже добавлю белую. Но сейчас, когда я сделаю подсъемку, вы обязательно увидите. И посмотрите, какое красивое сочетание коричневого с белым. Очень такое нестандартное. Черное с белым очень понятное нам, да, вот коричневое с белым. На мой взгляд, очень-очень вкусно смотрится. Поехали, смотрим, что у меня получится. Идем дальше. И следующий улук у нас будет с вами построен вот на таких красивущих коричневых шоколадных брюках. Это брюки Cargo. Очень красивого шоколадного оттенка. Ой, почему-то они расстегнулись здесь. Сейчас я их застегну. Я вот эти брюки беру уже второй раз. Первый раз я вам их показывала тоже в каком-то из видео в цвете хаки. А вот эти в невероятно красивом молочном шоколаде. У AIM этот фасон брюк мне очень сильно нравится, потому что они такие, с одной стороны, актуальные Cargo, да, которые в этом сезоне очень актуальны. А с другой стороны, их очень просто стилизовать, потому что у них простая форма. Они, видите, просто прямые, так скажем, джинсы, да, и за счет этого их очень просто сочетать с другими вещами. Поэтому я эту модель нежно люблю и вот снова взяла в еще одном цвете. Плюс у них очень хорошая посадка. Вообще на меня, например, у AIM брюки очень хорошо садятся. У меня есть несколько таких брюк струящихся у них, вот несколько Cargo, и все идеальные просто. Еще я вам сейчас тоже в следующем образе покажу вот такие вот шорты. Мы пока не будем забегать вперед. В общем, смотрите, как я буду сочетать эти брюки. Мы с вами помним, да, что мы ориентируемся на цвет, мы ориентируемся на фасон, на длину и на стиль. И вот брюки Cargo, они к нам пришли, конечно же, из 90-х. Поэтому я сюда добавлю вот такую вот рубашку, тоже в стиле 90-х, клетчатая рубашка. У меня вот такая двусторонняя. Это, кстати говоря, вот этот бренд называется Мой Март. Это бренд моей тоже одногруппницы по МГУ. Мне кажется, сегодня что-то все видео про своих одногруппниц из МГУ рассказываю. Одна прекраснейшая, абсолютный фэшн-эксперт, другая прекрасный дизайнер. В общем, знаете, учиться в крутых местах, это, конечно, всегда крутое комьюнити. Вот поэтому наши, кстати, в нашей школе тоже у девчонок всегда очень классный комьюнити. Они потом очень часто общаются, потому что из курса в курс к нам приходят. Мне всегда очень приятно, кстати, что у нас аудитория не постоянно обновляющаяся, а такая постоянная в основной своей массе. Это говорит о том, что им у нас хорошо, вам у нас хорошо. Это очень приятно. Ну, в общем, смотрите, вот такая рубашка, да, клетчатая, из 90-х. Она, кстати, очень длинная. Когда я на себя надену, вы увидите, она прям хорошо так до середины бедра. И я сочетаю вот с этими брюками. Смотрите, цвета получаются такие немножко, ну, скучные в хорошем смысле этого слова, да. Я люблю такие скучные сочетания. Мне нравится, как это в жизни работает. Это очень комфортно. Но чтобы добавить этому яркости, я туда добавлю опять же вот эту белую майку, которую использовала в прошлом луке. Это, кстати, одна из лучших, мне кажется, майк сезона. Я тоже ее добавила в летние шоп-листы для вебинара. Это All We Neat. Я в каком-то видео тоже вам ее уже показывала. У нее очень красивая вот эта часть, рибана. И она такая плотная, в общем, идеальная просто майка. И смотрите, она добавит яркости. Видите, вот даже сейчас я прикладываю белый цвет, он добавляет яркости. За счет этого образ будет смотреться не неряшливо, а именно красиво и собрано. И сейчас я все это надену на себя и объясню, какая будет обувь. Потому что обувь и сумка в данном случае немножко могут изменить образ. Смотрите. Так, ну вот смотрите, брюки, рубашка, майка. Видите, майка добавляет контраст и смотрится сразу гораздо более стильно, чем без нее. Вот видите, если без нее было бы немножко скучновато. И какая сюда может быть обувь? Если я знаю хорошо историю моды, то я знаю, что вот такой стиль очень хорошо работает с казаками. Потому что это как раз то, как носили в 90-е. Поэтому я могу взять сюда вот такие вот казаки. И в комплект, соответственно, в ковбойском стиле вот такую вот сумку. И будет вот такой вот у меня законченный образ. Сейчас я тоже сделаю для вас подсъемы, чтобы было понятно, как это будет выглядеть все вместе. Понятно, да? История моды снова нас спасает. Ссылка на курс в описании видео. Ну, я, кстати говоря, не смущаюсь, что я его так много рекламирую в этом видео. Потому что курс, ну, просто топ. Я сама его смотрю каждый раз в кательном исполнении. Он идет вживую. Это 8 живых лекций. И в этот раз я тоже буду одним из слушателей. Поэтому буду рада, если вы ко мне присоединитесь. И второй вариант, если я не хочу, например, казаки, я могу, естественно, надеть кроссовки. Да, как это мы привыкли, например, тоже из 90-х. Кроссовки с карго отлично также работают. Но тогда у меня будет уже другая сумка. То есть вот сюда сумка в ковбойском стиле, она уже не очень будет в тему. А вот такая вот из 90-х сумочка мягкая, вот такой вот вытянутой формы, да, будет как раз самое оно. Так, последний образ у нас будет с вами такой сложно сочиненный. На основе вот такой вот жилетки необычной. Это тоже Эйм. Они на своей фабрике такой классный трикотаж делают, очень нестандартный. Я вообще очень люблю вот такие принты, которые с одной стороны природные и романтичные, а с другой стороны стильные. Вот, потому что не всегда на самом деле природные и романтичные принты выглядят стильно. А вот у них это как раз классно получается. И я сама в своем гардеробе жилеты ношу не часто. Но когда увидела вот этот, поняла, что прямо это как раз для меня. Посмотрите, какой красивый цвет. И сейчас покажу, как его сложно можно просочетать. Скажу сразу, образ будет не для всех. Кто-то, возможно, его даже не поймет и удивится. Но, допустим, мне хочется вам показать много разных сочетаний, чтобы вы после этого видео смогли попробовать в своем гардеробе поэкспериментировать. Поэтому я вот к этой принтованной жилетке добавлю принтованную рубашку. Как соединять принты? Сейчас такая короткая инструкция, чтобы вы понимали, как это работает. Принты соединяются друг с другом. В том случае, если они имеют пересечение по цвету, видите, в данном случае как бы синий, да, голубой-голубой все пересекается, это первое. А второе, они должны быть разные по масштабу. Абсолютно любые принты можно сочетать с любыми принтами. Вот смотрите, здесь мелкая полоска и крупный вот такой принт. И они вместе хорошо смотрятся и работают. Если, например, вот с этой рубашкой сочетать, да, уже какое-то странное сочетание, потому что и по цвету нет никаких пересечений, и по масштабу примерно одно и то же не работает. А вот так соединяется очень классно. И вниз я добавлю еще более нестандартное какое-то решение. Я бы хочу сюда добавить вот эти шорты, про которые я вам уже вначале сказала. Шорты такие бермуды, очень красивые. Вообще бермуды классное решение на лето. Вот эти можно даже в офис, потому что они сшиты как брюки, так и из костюмной хорошей ткани. И вот у Эйм этот фасон очень классно сидит на талии и бедрах. У меня точно такие же есть брюки, только длинные, а это вот укороченные шорты на лето. И их можно, сейчас я вам покажу, как их можно носить не только летом, чтобы вы понимали. Летом, понятно, с босоножками, сандалями, да, а зимой я бы предложила или осенью такие шорты, например, носить с сапогами. Самое главное, сапоги выбираем в цвет таких шорт для того, чтобы нога не резалась. Смотрите, у нас тут есть много разных делений по цвету, да, по длинам, потому что такие шорты всегда обрубают немного ногу. Лучше, когда вы носите такие шорты, вставать все-таки на каблук. И по цвету смотреть, чтобы обувь не отличалась от таких шорт, чтобы она дублировала шорт, тогда нога будет удлиняться. И вот за счет таких приемов, когда мы с вами смотрим, как сочетаются принты, как сочетаются длины, как мы режем, как мы по цветам режем образ или наоборот делаем его более цельным. В зависимости от этого получается собрать законченный образ и нивелировать какие-то шероховатости для того, чтобы вещи соединялись. Смотрим, что у меня получается. Интересный факт. 70% моих зрителей смотрят эти видео без подписки. Друзья, конечно, гораздо приятнее снимать эти видео и готовить для вас такие мини-мастер-классы, зная, что вы их ждете. Поэтому, если вы еще до сих пор не подписаны, обязательно вот здесь вот, внизу под этим видео нажмите на кнопочку подписаться, чтобы мы с вами друг друга не теряли и встретились на следующем видео. Внизу под этим видео я также оставляю ссылки на те вещи, которые я сегодня вам показывала. И не забудьте про мой промокод в бренд AIM, который дает скидку на 15% Аверкина. Вот здесь вот я его вам напишу, чтобы вы его не потеряли. И внизу тоже под видео продублирую. И что из ближайшего будет у нас в онлайн-школе Dash Style School? Первое. Это курс по истории мода и эпохи моды. Он стартует 6 июня. Ссылка внизу в описании этого видео. Второе. Сейчас можно купить в записи вебинар про летний гардероб и получить собранные мной и моей командой шоп-листы в российских и зарубежных брендах. Шоп-листы выглядят так. Я вот здесь где-нибудь вам ее прикреплю и как они выглядят. Это такие картинки, где каждая-каждая вещь кликабельная. Вы нажимаете и переходите сразу в интернет-магазин. Очень удобно это делано специально для того, чтобы вы не тратили время своей жизни, а проживали лето в лучших стильных нарядах. Ну и 1 июля у нас стартует наш бестселлер-курс «Алгоритм гардероба». Часть, которая называется «Основы стиля». Она будет посвящена тому, как подобрать цвета, которым вам подходят, фасоны одежды, пропорции, длины. В общем, все эти детали, о которых я сегодня говорила, но в индивидуальном порядке. И в подарок вот к этому курсу у нас идет потрясающий стайл-бук, поэтому обязательно на него регистрируйтесь. Внизу тоже оставляю вам ссылку на этот курс. Это фундаментальный курс, который нужен каждой девушке для того, чтобы знать, как выбирать себе одежду. Вроде бы ничего не упустила. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.